Компания «Чистый город плюс», занимающаяся переработкой пластика, арендует производственные площади в селе Луговом с весны. С тех пор начали поступать жалобы от местных жителей на зловонный запах и едкий дым. Как оказалось, на площадке складировались и перерабатывались пластиковые емкости, в которых находились пестициды и гербициды. Как только ветер начинает дуть в сторону населенного пункта, даже у меня дома, хотя достаточно далеко, головные боли начинаются и самое главное – сухость рвота. А кто живет рядом, у детей, у всех голова болит. Это отравляющие вещества и всякие гербициды, пестициды, бог знает что. Вчера вечером злополучную свалку посетил председатель правительства Александр Смекалин. В второй половине дня по его распоряжению на площадке начался вывоз мусора. Его перевозит один из регоператоров. Работа велась круглосуточно и продолжится в течение всего дня. Проверку организации начала прокуратура. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений ПФО отобрали пробы воздуха, воды и почвы. Результаты будут готовы в течение семи дней. Проверку юридически проводит прокуратура. Мы в ней участвуем как специалисты. То есть мы выходили сюда на внеплановую. Это не наша собственная проверка, это проверка прокуратуры природоохранной. Соответственно, Сватя сделал забор. Сегодня второй день отбирали. Просто чтобы вчера люди возмущались, что не там отбирали. Но вот сегодня прислали еще раз лабораторию, чтобы люди сами показали, в каком месте отобрать они хотят пробу. К прокуратуре подключатся Федеральная налоговая служба и Росприроднадзор. Если назначение ангара не соответствует его фактическому использованию, понятно, что будем проверять и соответствующие санкции будут накладывать, потому что это неправильно как минимум. Вопрос со свалкой в Луговом остается на контроле правительства, администрации и надзорных органов. Продолжение следует...